Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления о самой необходимой и редкой добродетели. Подтолкнуть нас к размышлению могут слова из притчи Соломона. «Сын мой, внушай мудрости моей и преклони ухо Твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, чтобы уста Твои сохранили знания». О какой же очень важной добродетели и очень редкой хотелось бы сегодня с вами побеседовать. Некогда к преподобному Аве Антонию Великому собрались старцы, его ученики, которые сами преуспели в духовной жизни. И вот как мы вчитаем в достопамятных сказаниях. О разных духовных предметах рассуждали они с преподобным Авой Антонием. О том, какая добродетель больше всех, которая могла бы сохранить нас неуловимыми для сетей и обольщения дьявольского и прямыми путями вести наверх совершенство. Предлагались разные мнения. Одни выставляли пост и бдение, другие – нестяжательность и презрение всех вещей, иные – отшельничество и ударение в пустыню, иные – человеколюбие, то есть деятельные дела милосердия. Когда таким образом все высказались, стал говорить блаженный Антоний. «Все сказанное вами, отцы, спасительное и необходимо для ищущих Бога и желающих прийти к нему. Но дать первенство какой-либо из указанных вами добродетелей не позволяет опыты и падения преуспевших в ней». То есть обратите внимание, дорогие друзья, преподобный Антоний, отвечая собравшимся у него старцам, его ученикам, говорит, что любая из вышеупомянутых добродетелей, то есть и пост, и знурение себя, и бдение, и нестяжательство, отшельничество, то есть и деятельные дела милосердия к ближним – все эти добродетели важны. Но, вот еще раз подчеркну, опыт падения преуспевших в этих добродетелях не позволяет признать первенство за этими добродетелями. То есть не это самое главное, не самая главная соль всех добродетелей. «Ибо и отличавшийся строгими постами и бдениями, и пребывавший неисходно в пустынном уединении, и доходивший до крайней степени нестяжательности, и щедрые податели милостыни попадали в сети врага и падали». Причина этому, думаю, не другая, какая была, как недостаток рассудительности. Именно о рассудительности и говорит преподобный Авантоний. И хотя, дорогие друзья, это, вы можете возразить, это больше имеет отношение именно к подвижникам, к людям, которые избрали монашеский образ жизни, но поверьте, и людям, живущим в социуме, христианину, живущему в любое время и в обстановке мира, именно рассудительность крайне необходима. Далее, как говорил преподобный Авантоний, «Ибо она, рассудительность, научает человека идти царским путем, избегая опасных крайностей. В отношении к пощению, например, рассудительность не допускает ни чрезмерного изнурения тела, ни поблажек ему». Согласитесь, дорогие друзья, сейчас, когда как раз идет Великий пост, нам всем очень полезно над этим задуматься, что рассудительность как раз помогает не изнурять тело до изнеможения, не делать поблажек ему. В Евангелии она называется оком и светильником души. «Светильник телу, говорит Господь, есть око, ащи уба будет око твое просто, то все тело твое светло будет. Ащи ли око твое будет лукаво, все тело твое будет темно». Евангелие от Матвея, 6 глава, 22-23 стихи. «Как свет все освещает и око все видит, так и она, добродетель рассудительности, все помышления и дела человеческие, пересматривая и обсуждая, выясняет и определяет, что должно делать, а от чего следует воздержаться. Когда же у кого недостает рассудительности, то дела его и помышления не будут строго обсуждаемы, текут, как течется, то есть дела совершаются, вроде бы как бы по привычному такому режиму. И тут враг успевает предоставить ему кажущееся добро вместо истинного, прикрывая ими ров и сеть вергая в погибель души». Дорогие друзья, я сейчас вам зачитал отрывок из необыкновенно полезной, интересной книги, которая называется «Настойная книга для монашествующих эмирян, составленная подвижником недавнего прошлого, архимандритом Иоанном Крестьянкиным, известным старцем и духовником Псково-Печерского монастыря». И в продолжении этой же мысли еще один из современных подвижников, уже прославленный великий святых, тоже насенник Псково-Печерской обители, преподобный Симеон Желнин, вот как он говорил о рассудительности, о мудрости, о благоразумии в контексте как раз жизни современных христиан. Преподобный Симеон подвязался как раз в первой половине XX столетия, поэтому наверняка нам, дорогие друзья, его наставления будут в каком-то смысле ближе и понятнее. «Много имеется добрых дел, но одно выше всех – это рассуждение или духовная мудрость, о которой не все знают. Она достигается через молитву и смирение временем и опытностью, и каждое добродетие нуждается в ней по слову преподобного Антония Великого». В данном случае преподобный Симеон, по сути, наш современник, он ссылается на слова преподобного Антония, которые я сочетал немножко ранее. «Не всякое добро угодно Богу, а только сделанное правильно, с рассуждением и, как говорят, в разуме». Например, «можно поститься, но с ропотом на пост, или на пищу, или на приготовителя пищи. Можно поститься, но осуждать непостящихся. Поститься и гордиться, или тщеславиться своим постом. Поститься от мертвого в мясо, а есть живое». «Живое» в кавычках, но в данном случае хорошо известная аналогия, что можно воздерживаться от определенного рода пищи, но буквально поедать окружающих людей, которые с твоей точки зрения или неправильно постятся, или что-то не так делают, или что-то тебе не так сказали. Языком можно обижать и осуждать ближнего. Можно также терпеть болезни и скорби, но роптать на Бога или людей. Жаловаться на свою участь, раздражаться и обижаться. То есть, с одной стороны, ты терпишь скорбь или болезнь, но в то же время ропщишь и жалуешься постоянно на свою участь и так далее. «Можно исповедаться в грехах, но утаить грех, или не просить обидчика, или не имея веры, что тебе грехи простятся, оправдывать себя, не сокрушаться о своих грехах, и не иметь намерения исправлять свою жизнь». Здесь преподобный Симеон очень мудро обращает внимание на, в общем-то, характерную черту, дорогие друзья. Наверное, вы согласитесь со мной, что такое имеет место быть, когда человек вроде бы приходит на исповедь, но внутренней глубокой такой вот раскаянности, сожаления и желания впредь не впадать в этот же грех у человека нет. Он идет на исповедь, как на некую формальность. То есть, само таинство исповеди крайне необходимо, вообще без покаяния немыслимо духовная жизнь вообще. Но иной раз вот при таком неблагоразумии, при таком формальном отношении, мы, именно мы, я подчеркиваю, мы, люди, превращаем таинство и исповедь в профанацию. Таинство, оно всегда остается таинством, и в его необходимости никто не сомневается, и в покаянии, как главной основе духовной жизни. Но мы порой вот таким вот потребительским подходом, неблагоразумно превращаем таинство исповеди для себя в некую профанацию. Далее пишет преподобный Симеон Желнин, «Можно молиться, но без участия сердца, или рассеяно, или с ленностью, или поспешно, или даже дремать во время молитвы. Такие добрые дела, в кавычках, бывают неугодны Господу, так как делаются без рассудительности. Духовную же мудрость и рассудительность можно приобрести». И далее дает такой практический совет преподобный Симеон. Во-первых, как она приобретается, мудрость и рассудительность? Через вопрошания и беседы со старцами и духовниками, то есть духовно мудрыми отцами. То есть, как приобретешь мудрость, рассудительность, если не будешь спрашивать людей, более духовно опытных, прошедших через это немножко ранее, и, так сказать, уже умудренных, борьбой со своими страстями, которые также имели, может быть, и падение, и восстание, и которые обогатились мудростью Божией, если не будешь спрашивать совета, как ты сам приобретешь мудрость. Второе. Через чтение священных книг, особенно святоотеческих и старческих. Разумеется, никто ни в коем случае не отрицает необходимо чтение священного Писания. Это главная основа, это даже не обсуждается. Священное Писание, но и чтение святоотеческих книг. И третье. Через посещение храма Божий, где проповедуется Божье Слово. Не излишне также сказать, что к мудрости относится. Что еще относится к мудрости? Мудрое употребление времени, безлобие, смирение, память смертная, трезвение духовное. Мудрость. Знать, когда сказать, а когда промолчать. Мудрость еще заключается в выборе друга или вообще лица, которому можно было доверять свою душу. И в притчах Соломона неоднократно сказано, не каждого води в дом свой и тщательно ищи того, кому ты можешь доверить сердце свое. Мудрость. Иметь общение с теми, кто может быть полезен своей правильной беседой. Мудрость делает все с советом опытных, обдуманно. И порой даже расходовать деньги только на нужное. Это тоже есть мудрость. Вот такие, дорогие друзья, такие мудрые советы преподобного Симеона Желнина, подвижника нашего времени. Я очень надеюсь, что вам это будет полезно и интересно. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...